Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают А почему мы не целуемся? Жена запрещает. Жена запрещает. Мы же по работе, готовясь к интервью. Я набрала в Ютьюбе ваше имя и фамилию и нашла очень много интересных материалов, сделанных мной же. Я снимала в 2007, по-моему, году сюжет про вас. Вы в 32 года стали депутатом Мужелеса. Точнее, в 28. Подождите, в 28 даже? Не в 32. Информацию нужно перепроверять. Ну, хотите, будет 32. Нет, я хочу знать точно. 28 лет. Ну, если вы настаиваете, пускай будет 32. Депутатом Мужелеса парламента. Как? В тот момент мы избирались по одномандатным округам, но 10 человек избиралось по партийным спискам. И тогда вот в составе 10 человек от партии ОТАН на тот момент я, как говорится, прошел избирательную кампанию и немногим позже как бы партия на тот момент набрала практически 100% голосов. Одно место оставалось на скамейке запасных, как вы понимаете, мое. Зачем такому молодому совсем человеку нужно было на тот момент депутатское кресло? Вот хочется как-то девушек в ресторан приглашать, в кино ходить. Можно так сядут? Да, конечно. Нет, действительно, в 28 лет это какие должны быть амбиции у человека? Вот сейчас такой небольшой флешбек у меня возник, потому что мы с Боян постоянно как увидимся, постоянно на телевизионных шоу общаемся. И как-то, помнится, была программа «Желтый салон», если не ошибаюсь, как раз-таки, достаточно подробно отвечал на этот вопрос, но тем не менее я готов раскрыть его вновь и вновь. Сколько лет прошло с тех пор? Ну, не говорите, практически 100, да. Суть заключается в том, что я сам с маленького поселка. Он называется поселок Абай, находится под Алма-Атой, рядом с рынком, раньше там была птицефабрика. И я как раз вот представитель поколения 90-х, то есть того поколения, которое, закончив школу, не знало практически, чем заняться, потому что в поселке не было света, не было холодной и горячей воды, не было работы. Я знаю, был такой разговор. Да, вы даже были у меня дома. Я даже вам напомню. И даже вам готовил. И я даже была дома у вас. Да, и вы даже были дома. Что мы здесь все троем делаем? Почему мы не у вас дома? Поехали домой, да. Екатерина, ну вот мне нравится, что вы действительно, вы всегда открыты, да? То есть, сколько лет назад «Желтый салон» снимался? Ну, зачем Динара тебе знать, сколько лет назад снимался «Желтый салон»? Я просто его смотрела. Тогда ты не ходила в садик, на самом деле. В садик нет, но я была... Ну, наверное, ты уже заканчивала школу, хорошо? Ну, хорошо, я заканчивала школу, да. Девочки, не ссорьтесь, это было не более ста лет, которых мы с вами не виделись. Нет, просто интересно, на самом деле, в 28 лет действительно захотелось стать депутатом? Да, проще говоря, вот я, ну, как бы, Баян рассказывал о том, что когда ужасающая обстановка в стране, 91-й год, ну, практически родители без работы. Ну, вот я в 93-м школу закончил в этом же поселке. Ну, это был, кстати, не я помню, 93-й год, но это не было прям так страшно. Ну, вы, наверное, где-то в Нью-Йорке жили, а у нас в поселке... Да нет, я жила в Алматы, жила в Алматы, и у нас все было прекрасно. Ну, хорошо, но не было света, хорошо, дальше. Если вы 20 километров от Алматы, как бы там вся самая интересная сказка начинается. То есть, на самом деле, после обретения независимости в 91-м году страна вообще в полнейшей разрухе была. Ну, может быть, в Алмате был свет, но в остальных регионах света не было, не было работы в целом. То есть, вам хотелось все это наладить, и чтобы все это работало. Вы понимали, что это можно сделать только во власти, в политике? Ну, конечно, начать хотелось с себя, как всем, как бы, окружающим, да? То есть, потом, понимаешь, приходишь постепенно к мысли, что отдельно взятую жизнь изменить невозможно. Потому что, если, допустим, ты построишь замечательный дом, внутри будет богатое убранство и полный холодильник, как только ты выйдешь за забор, ты попадаешь в всю ту же страну, без света, к примеру, и, к говорится, с алкашами и наркоманами. На тот момент их было достаточно, как бы, у нас в стране. Ну, потом, исходя из этих целей, поступил на юрфак в агу имени Абая. Закончил его с красным дипломом и, собственно говоря, пока учился, здесь вот судьба предложила мне поучаствовать в предвыборной кампании, дала возможность создать молодежную организацию совместно с Сергеем Александровичем Терещенко. Ну, как бы, был свидетелем развития партии вот предвыборного штаба, партия там, партия НУРО там. Каким образом судьба помогла это сделать? Каким образом вы оказались рядом с Терещенко? Ну, да, то есть было дело так, и мы создали первую молодежную программу, называлась она «Экстиви» «Молодежное телевидение». То есть телевидение... Я прекрасно помню «Экстиви». Серьезно? Да. Не афишируйте свой возраст. Нет, ну, а почему? Что значит не афишируйте? Я-то думал, что, как бы, я вам в отцы гожусь, оказывается, мы с вами ровесники, да. Нет, я просто был... Я училась в школе. Ага. Ну, хорошо. А вы уже работали. Да, я уже работал, как бы, и получилось так, что вокруг молодежной программы постоянно много молодежи крутится, и как-то за Макимомедевского района, тогда в предвыборном штабе, предложил, как говорится, поработать на страну. Ну, то есть мы это бескорыстно сделали, расклеивали постеры, агитировали, с молодежью встречались, и после этого, как бы... А, за что вы агитировали? Для чего? Ради чего? За кандидатуру Нурсана Бишича-Назарбаева на выборах 99-го года. И после этих выборов, значит, предвыборный штаб был трансформирован в партию на тот момент, от Анны, и как раз-таки там молодежной организации не было, и от Терещенко написал, как говорится, предложение, оно было отложено на год, и через год совершенно случайно вот сижу дома, они говорят, подойдите, молодой человек, у вас там предложение было. И так мы немножко начали жас-отан организовывать. Танин Брюгин, вас часто, я вот помню, когда я работала в новостях, мы всегда вас называли, журналисты называли вас молодым депутатом, молодым политиком, да? Сейчас вас по-прежнему так называют? Ну, на самом деле, ЗОЖ говорит о том, что молодость это до 29 лет. Вот, потом уже приходит зрелость, и немногим позже, как говорится, приклонный возраст. Сейчас вам сколько лет? Сейчас мне 38. А я ведь помню вас молодой девушкой. В смысле, Ася, что ты не можешь? Она до сих пор думает, что она молодая девочка. Я бы не дали мне говорить молодой девушкой, которая, как бы, у меня была интервью для... Особое интервью, что ли, она называлась программа. Да, особое задание. У вас великолепная память, я заметила. Наверное, это одно из... Я добрый, добрый момент в жизни. Одно из очень нужных свойств характера для политика, отличная память. Потому что такие детали, которые я не помню, вы прекрасно помните даже название твоей никому неизвестной передачи помнит. Ну почему? Я просто удивилась, когда я зашла на канал YouTube, а у Дани Абергена есть свой канал YouTube, и что вы так архивируете все свои... То есть все сюжеты, которые почему-то именно я делала, вы архивируете. Ну да, да. Ну, как бы не на своем канале, но аккаунт я там завел. И, кстати, там у меня сохранились записи с Баяна. Даже с Баяна. Ничего себе. Ну ладно, давайте к серьезным, у меня что-то не по сценарию пошли. Вот вы занимались молодежной политикой, и до сих пор занимаетесь молодежной политикой. И мне всегда интересно в практике узнать, что вы лично сделали для того, чтобы эта молодежная политика работала как бы в деле. Какой хороший вопрос. Вот Баян всегда ожидаешь таких хороших вопросов, и самое главное, она не разочаровывает. Этот вопрос постоянно звучит на каждой встрече буквально. Да, это какие у вас творческие планы. А мы встречаемся как бы практически в жизненном формате. С кем встречаетесь? С избирателями, с гражданами Республики Казахстан. Иногда даже не с гражданами тоже встречаемся. Ну, чтобы отвечать на этот вопрос, как бы я специально завел сайт. Можно сказать название сайта? Конечно, можно прорекламировать. Вот он называется «Тамкий Зет». Рено, мэр. Он говорил о вас. Он сказал, что вы просто порочно, у вас нет совести. Я не собираюсь выслушивать. И я что, нарушаю закон? Скажите, я что, кому-то здесь мешаю? Я все время говорю себе, что это последний раз. Но стоит сделать мне глоток шоколада? Или эти штучки с мука? Такая мелочь. Такой пустяк. Такая невинность. Я думала, одна конфетка не причинит вреда. Но там внутри оказалась греховная сладкая начинка. Мягкая, как крем. Она таяла. Боже, прости. Она таяла на языке и пыталась. И стесала удовольствие. Что же это будет? Шоколад. Как выбирала подвенечное платье вице-мисс мира Маргарита Кравцова? Кто привезли в 17-й коробочках из-за границы с дирочкой? Почему ее избранник Денис Казановский тянул с предложением? Думаю, так. Это не то. Судьбоносная ночь в РОВД. Следователь, она заполняет документ, пишет, он спрашивает у меня, он вам кто. Самый расчетливый жених, самые артистичные гости и рецепты семейного счастья Маргариты и Дениса, которые они раскроют только в программе «Той жара» в воскресенье в 20.05 на телеканале «Астана». Десятки штатов США охвачены беспорядками после оправдания полицейского, застрелившего чернокожего подростка. Майкл Бэл! Чего требует американский Майдан? И повлияют ли события в Фергюсоне на рейтинг самого Обамы? Президент, хотя непосредственно отвечает за все происходящее в стране, но полномочия в Америке в большей степени разграничены. Я не думаю, что репутация Адама пострадает. Избранная за неделю в 20.30 в это воскресенье. Великие просторы от Иртыша до Идиля и от Сибири до гор Алатау – исконные земли казахов, завещанные нам предками. Всякий, кто вздумает когда-либо посягнуть на них, будет повержен и захлебнется в своей собственной крови. И наши многочисленные соседи, с какой бы стороны они ни находились, должны это знать. Мы открыты всем, кто придет с дружбой, но будем беспощадны к нашим врагам. Хан Казахов Аблай Казахов Аблай И на этом сайте системно выложил в разделе запросы все свои запросы, инициативы законодательные, встречи, вплоть до всевозможных публикаций в средствах массовой информации. То есть это сайт о вас, про вас и для вас? Чтобы не задавали лишние вопросы журналистам. Ну, чтобы сказать, вот допустим, когда спрашивают, а что вы конкретно сделали, будучи депутатом парламента, то есть, говоришь, зайдите на сайт, там все, в принципе, подробно изложено. А этот вопрос вам очень надает? Да нет, это работа штата. Тем не менее, вы так и не ответили. Просто зайдите на сайт, не потрудитесь, а потрудитесь, зайдите и узнайте. Ну, вот, я начал, как говорится, дайте закончить. Депутатская работа, это не решение, принятое одним Берденгаром. То есть я не могу прийти в парламент и сказать, вот таким будет закон или таким будет закон. То есть коллегиально сначала в Мажоресе, потом уже в Сенате мы обсуждаем, и каждый отстаивает свою точку зрения. Вот крайняя дискуссия у нас разгорелась относительно рекламы алкогольных напитков в средствах массовой информации. Там было очень много лобби, но вот именно моя поправка, которую я инициировал на рабочей группе о запрете полной рекламы, она прошла. Несмотря на то, что каналы глянец, СМИ, особенно в регионах, наружка, кормятся и получают от этого большие деньги. Сами понимаете, как бы производителям алкогольной продукции это нужно, поскольку они платят, а если платят, значит реклама стреляет и выгодно. Нет, ну это невыгодно, скажем, вам может быть, да? Но вы думаете, от того, что вы не будете, внесете запрет на алкогольную продукцию, да, на рекламу, от этого станут меньше пить, что ли? Ну, статистиками... Или вы не хотите, чтобы, ну как бы, чьи-то интересы, да, чтобы кто-то не зарабатывал на рекламу? Вы обычно знаете, как делают, вот допустим, выйдешь на улицу, там билборд висит, пиво, к примеру, нормальная бутылка пива, а снизу маленькими полупрозрачными буквами пишется безалкогольная. Фактически, ну, компания рекламирует свое пиво. Мы изучили статистику, мировую практику, и там показана прямая зависимость снижения распития спиртных напитков, особенно молодежью, после запрета наружки, именно наружки. Потом есть еще глянец или реклама посреди телевизионного фильма, вот сейчас, допустим, могла бы быть реклама. А вы сами употребляете алкогольные напитки? Ну, естественно, я же человек. Какие? В основном предпочитаю вино, желательно белое, желательно полусладкое. Виски? Да, ну, виски так, не очень, это... Курить? Не наш. Сколько писала с вами интервью, я вот помню, мы были у вас в рабочем кабинете, я была у вас дома, и вот вы завели себе сайт, и я заметила, что это ваша черта, да, то есть вы очень последовательный и очень дисциплинированный человек. Я помню, что в блокноте даже было время, там, для спорта, да, то есть было все расписано. До сих пор так живете, по такому графику? Ну, сейчас уже мы отошли от бумажного формата, ушли полностью в цифровой. Но, тем не менее, то есть вся ваша жизнь по-прежнему расписана? Да. Ну, интересно, что... Все спланировано, все продумано. Да, до моего календаря имеют доступ целый ряд людей, с которыми мы взаимодействуем. Мы сейчас информационные технологии позволяют, то есть как-то как бы быть одним целым. Ну, вот мне кажется, секрет вашего успеха, да, это вот как раз в том, что у вас все спланировано. Ну, я бы не назвал себя успешным человеком. Почему? Потому что есть к чему стремиться дальше. Нет, ну это понятно, но, тем не менее, вы в 28 лет стали депутатом Можилиса парламента. Сейчас вам 38 лет, вы до сих пор депутатом Можилиса парламента. Служу Отечеству. Данил Берген, вот вы, я думаю, что вы все-таки имеете отношение к творчеству. Я знаю, что люди творческие, которые как-то попадают в парламент, они долго там не задерживаются. И я вас иногда наблюдаю по телевизору, как вы сидите в парламенте, и по большей степени у вас такое безинициативное лицо, и вот практически хочется спать как будто бы. Вот еще один хороший вопрос. И мне все время, ну как бы думать, ну как, вот творческий человек, ему хочется петь, хочется сниматься в кино, хочется сниматься в роликах. И тут он сидит в парламенте, где все время что-то говорят, говорят, говорят нормотворческие, что вы там сказали, нормотворческие инициативы, да, надо запомнить. Вот, и сидит Энерберген буквально вот так. Вам очень скучно там? Вот я говорю, вот чувствуется профессионализм, баян. То есть давайте начнем, как говорится, со скучного лица и перейдем к творчеству. Окей. Не мне вам рассказывать, просто я вот для телезрителей как бы немножечко шире раскрою этот вопрос. Что такое хлеб журналистов? Журналист — это человек, который также работает, получает деньги, и его деньги приходят к нему за счет рекламодателей. Рекламодатели идут в рейтинговые программы. Если программа неинтересна, там нет фишки, нет смотрибельности, нет гэллопа, рекламодатель скажет, извините, Динара, мы проспонсируем какую-то другую программу. Не надо так говорить. Соответственно, по этому же принципу работают все, новости в том числе. Вот если говорить видеоряд, который, к примеру, журналисты нарезают в парламенте, им нужны сочные картинки. Им не нужны такие, знаете, умные лица. Им хотят одного показать. Один спит, к примеру, другой с отсутствующим видом сидит. Третий там часы, к примеру, смотрит, кстати, вне парламентской сессии, то есть это было до начала, к примеру. Четвертый там, я не знаю, ошибается в речи, делает какие-то ошибки. Вот такие вот видеофишки. То есть вы думаете, что это вина журналистов? Нет, это не вина, это их работа. То есть они должны сделать интересный сюжет. Ну вот я работала очень много лет в новостях, и когда мы снимали такие сюжеты, на самом деле это ведь операторы снимают, да? А ты потом действительно, когда нарезаешь новости, а картинки другой нет. Приезжайте завтра, я вам сделаю другую картинку. Конечно, сидеть, например, 45 минут сейчас в нашей студии, держать осанку и говорить правильные вещи, это одно. А когда сидишь в рабочем кресле и слушаешь своего коллегу, действительно, когда скучно, человек забывается, как бы он ведет себя по-настоящему. Да, но самое интересное, вот это забывается, в парламенте происходит, может быть, в 10% случаев. В остальных 90% как бы люди держат осанку. Скажите честно, никогда не бывает скучно? Естественно, бывает. То есть зачастую получается так, что докладчик, к примеру, приводит факты, которые не соответствуют действительности. Он хочет показать свое ведомство более, ну, как бы эффективно работающей структурой, к примеру. Ты прекрасно знаешь действительную ситуацию и внутренне, как говорится, смеешься над ним. И в этот момент ты как-то автоматически попадаешь в состояние транса, понимаете, думаешь, ну, как можно говорить такие вещи, когда реально мы все прекрасно знаем. Моя, в следующий раз, как-то ты будешь замотать телевизор, если ты видишь депутата скучающего, он в трансе. Журналисты, получается, берут яркие, сочные картинки, фишки. Нарезали фишки, сделали озвучку. Ну, я вам скажу, вот журналисты, которые выезжают на съемки, они же делают новости. Они приезжают туда, на самом деле, правильно, это и хлеб, они приезжают туда за ньюсмейкерами, за новостями, да, за информацией. Они же туда приезжают тоже не по своей, ну, не просто там по желанию, они добывают какую-то информацию, перекрывают ее картинкой. Я говорю, если бы у вас была картинка, и вы бы там бились, да, то есть, почему у нас не бывает драк, да, как говорят наши коллеги. Главное, хотя бы споров. Хотя бы споров, да. То есть, почему вот вы говорите, у меня внутреннее, вы внутри себя смеетесь, вы не согласны, но вы не можете там стукнуть, нажать кнопку, сказать, знаете, другому коллегу, мне не нравится, что вы говорите. Есть регламент, есть возможность выступления 20 минут докладчика, и в этот период как бы как минимум некорректно его перебивать. Затем есть время на вопросы, есть время для выступления. Мы этим пользуемся и как раз выступаем. Но снимают журналисты именно картинку, когда ты сидишь его слушаешь, и как джентльмен ты не имеешь права по регламенту его перебивать. То есть, журналистов вы не любите? Почему не любим? Объективно относимся к ним, это такой же их хлеб, они должны подавать такую картину. Журналист, дабы подать месседж, какую-то информацию, он вынужден где-то приукрасить, где-то задрать, где-то передернуть факт. Вот в частности, вот недавно у нас был случай, что мы переписывались с молодым человеком в фейсбуке, и оказалось, что он инвалид. То есть, я написал ему, как бы, он пишет, что... Алмаз Ержан. Да, Алмаз Ержан. Он пишет, что вы, депутаты, все носите дорогие костюмы, ездите на дорогих иномарках. Я написал ему, что я езжу на автомашине казахстанского производства, могу оставить ее в гараже, прийти пешком в домашней одежде. В итоге получается так, что журналист телеканала КТК в новостях пишет, что депутат пригласил инвалида выйти один на один. То есть, от таких слов переписки не было. Ну, причем я вполне, как бы, с пониманием отнесся к данной ситуации, потому что через привлеченную аудиторию получилось подать несколько месседжей. То есть, то, что нужно изменить в законе об инвалидах, который, кстати, нам в ноябре... Но зато, благодаря вот этому, благодаря тому, что мой коллега вытащил эту информацию, да, вы же подняли, сейчас вы занимаетесь... И если журналисты что-то передергивают, чтобы сделать красочный сюжет, нужно этим пользоваться для того, чтобы давать свои месседжи. Потому что, как таковые депутаты с их рутинной законотворческой деятельностью... Хорошо, что вы это понимаете. Дмитрий Бергенов, вот вы 10 лет являетесь депутатом, мы жили с парламента, да? Ну, практически. Да. Вы сейчас говорите о том, что сейчас депутатский корпус совершенно другой. Что, ну, большая половина не имеет возможности купить себе дорогую машину, дорогой костюм. Ну, все-таки это больше похоже на сказку. И, тем не менее, вы не похожи на человека, которого устраивала бы невозможность в течение 10 лет купить себе хорошую машину и хороший костюм. А зачем? Вас устраивает ваша зарплата, вас устраивает ваша машина казахстанского производителя. Или вы это делаете, ну, так, потому что так надо делать? Для имиджа. Ну, смотрите, я езжу на пикапе Сан-Юнг, собирается в Кустанай. Значит, когда у моих родителей шел ремонт, значит, я прекрасно подъехал вот на рынок Номанаса, загрузился там цементом, к примеру, тысячу килограмм он выдерживает, к примеру. Отвез сын, к примеру. Малыша отвезти, к примеру, вон с женой в какой-нибудь торговый центр, чтобы они там погуляли, там в Бабилон сходили. Ну, они также сидят на этих, как бы... Канерберген, а я как-то вас видела на Беленвагене? В 99-го года, который я брал поездить, пока не приобрел собственную автомашину. Да. Но если вы, к примеру, интересуетесь Геленвагенами, я могу подсказать собственника этой машины, он, кстати, ее продает за 30 тысяч, но вам сделает скидку, сделает за 25. А еще я помню, как мы снимали сюжет, вы ездили на Прадо. Было дело дизель, но пришлось его продать, потому что он замерзал в Астане. Интересно, а машина казахстанского производства Сан-Юнг не замерзает в Астане? Ну, сейчас есть добавки, мы добавляем в дизель, и она, как бы, работает. Кстати, я переобувал резину на шипы, и вы знаете, как бы, ездит. Четыре колеса, один руль. А сколько стоит сегодня Сан-Юнг? Где-то 24-25 тысяч долларов, в зависимости от комплектации. Ну, в принципе, доступная достаточно. Я помню, у вас была очень хорошая квартира в центре Алматы, на проспекте Ленина. Да, это был, сейчас скажу, нет, сейчас я подарил ее маме, и она там живет. Она просто в поселке раньше жила, сейчас она одна. А братишка тоже переехал в Астану, и мама, получается, переезжает с поселка для того, чтобы там, как бы... Вы сейчас живете в государственной квартире? Да, в государственной квартире. Интересно, а какова вообще судьба государственной квартиры, о которой выдаются депутаты? Я просто, честно, не знаю, мне интересно. Ее можно приватизировать или купить по доступным официям? Я, как вы знаете, не все действуют депутаты. Или как-то отработать? Нет, мне просто интересно. Вот раньше депутатам парламента, как-то во втором созыве, в третьем созыве, как бы, государство оставляло квартиры. Сейчас вот третий, четвертый и пятый зазыв живут в Нурсайе, и это как общежитие. То есть, как только твой депутатский срок заканчивается, ты должен ее покинуть. Если ты приходишь к депутатам... То есть, никаких гарантий у вас нет? Не то, что ни гарантий, это обязанность. Нет, ну простите, депутату нельзя заниматься бизнесом, правильно? А как вы должны заработать на свое будущее? На следующую квартиру. Да, на следующую квартиру. Можно я этот вопрос предварительно до этого прозвучал? То есть... Какой? Ну, вы сказали, вас устраивает вот эта ситуация, как бы машина, на которую вы ездите и все остальное. Просто я понимаю, что мне сейчас 40 лет, и, может быть, еще через, дай бог, 20, вернее, 30, ну так, через 20, может быть, моя жизнь уже подойдет к какому-то логическому завершению, да? То есть... И получается так, что человек исходит из своих приоритетов. Если для человека важно отношение к нему, окружающих людей, тех людей, с которыми он живет, ну, чтобы типа, вот, парень, молодец, там, типа, ездит на нашей машине, к примеру, вот, работает, к примеру, в парламенте, что-то сделал, к примеру. Ну, не этот, к примеру, там, есть же, к примеру, молодые звезды, которые, ну, совсем молодые еще, к примеру, ездят уже на 570-х Lexus, к примеру. Ну, естественно, их определенная часть фанатов любит. Но логически надо, как бы, перед смертью всегда ставить на чашу весов. Ты эту жизнь больше для себя прожил, или для того, чтобы, к примеру, как бы, твоя жизнь каким-то образом отразилась на судьбе страны? Ну, я не скажу, что моя на 100% отразилась, но, поверьте, там, может быть, какая-то небольшая толика моего участия, как бы, в том, как страна меняется, ну, присутствует вместе с моими друзьями. Скажите, а когда вы, вы женились, я знаю, с тех пор, как мы не видели, у вас дети, вы предупредили свою супругу о том, что вы большую часть своего сердца отдаете стране и работу над тем, чтобы наш народ жил лучше? Ну, вы сейчас сами об этом сказали. Ну, начнем с того, что вообще я как свою супругу встретил, но, я думаю, мы сильно углубляться в вопросы личной жизни не будем. С того момента прошло буквально два месяца, я сделал ей предложение, и мы сразу женились. После знакомства? Всего два месяца жена. После знакомства два месяца? Да, да. Вы же так долго искали себе невесту. Да, я вот в 34 женился, и хочу сказать, что, ну, в этот момент вдруг почувствовал, что она – это она, понимаете, ту, которую я слишком долго искал. И тьфу-тьфу-тьфу, можно постучу? Можно. Вот, четыре года прошло, пока у нас взаимопонимание по многим вопросам, в том числе и по вопросу, как бы, рабочего времени. То есть, получается так, что я утром ухожу, 8 утра, как бы вечером после 9 где-то, в лучшем случае, прихожу. И в воскресенье мы как-то вместе, совместно время проводим, это стабильно. Вот, и, в принципе, и устраивает этот формат. Ну, у нас в курсе, да, что если вы вдруг закончите свой депутатский срок, он закончится когда-нибудь, рано или поздно, что вы останетесь просто без квартиры? Не, ну, начнем с того, что она в курсе, потому что я уже при ней заканчивал депутатский срок, и мы оставались с ней вместе без квартиры. Вы снимали квартиру? А где вы жили? Мы снимали квартиру и жили здесь, в Астане, в небольшой квартирке двухкомнатной. Дмитрий Евгеньев, а вот вы когда-нибудь брали кредит? Брал, вот недавно только отдал. А на что брали кредит? Ну, ремонт дел. А на квартиру, ипотека? Ну, вот это было что-то на квартиру, ипотека. Дмитрий Евгеньев, вы так не удивляетесь, что у вас так, ну, как бы, копаемый народ в вопросе? Потому что вы понимаете, да, что хочет услышать на самом деле народ, что думает народ о наших депутатах, что они будут... То есть на самом деле у вас нет квартиры? Да. Не, у меня есть в Алмате квартира. В Алмате, которую вы маме подарили. И вот был определенный период, пока я не работал, как бы, в составе парламента. Я помню этот период, и вы работали, по-моему, с Талгатом Ирмегеевым, да? В агентстве по спорту. Да, в агентстве по делам. Там была небольшая заработная плата, по-моему, на руки 120 тысяч получалось. И если бы не возможность сдачи, ну, как бы, квартиры, которую я купил в 99-м году в Алмате, еще не будучи госслужащим, тогда бы, ну, на жизнь не хватало бы. Вы же столько лет работаете депутатом, а неужели вам не предлагали доли в бизнесе, да? Ну, то есть в рамках закона помогать кому-то. Вот там, вы же, понятное дело, не можете быть бизнесменом, но вы же можете кому-то помогать. Вот, Динара, вы тоже, вот, глядя на боя, научитесь, прям, что называется, не в бровь, а в глаз. Значит, ситуация такова, все зависит от приоритетов, которые ставит пред собой человек. Нет, ну, и в рамках закона же можно? Нет, в рамках закона нельзя. Нельзя. Да. Значит, если человек ставит пред собой цель ездить на крутой машине, чтобы им восхищались, там, я не знаю, петь на сцене, к примеру, зарабатывать... Ну, вот про ту молодежь, про которую вы говорите, которая ездит на 570-х Лексусах, я вам скажу. Вот я разговаривала с директором Мерседес-центра, он мне сказал, что я впервые, он приехал из Европы, он говорит, я впервые вижу, чтобы Мерседес брали в кредит. Вы просто для себя приняли решение, что вы работаете честно на депутатскую зарплату, и вас это устраивает. Да, скажу почему. Почему? Потому что, как сказала Баян, люди всегда с недоверием относятся. Да, и мне тоже сложно поверить в это. А на депутатам относятся с недоверием в частности. Да, потому что всем кажется, что там все сидят только ради личных интересов. Смотрите, сейчас мне 40 лет. Будем считать, что через 20 лет моя активная жизнь закончится. Я буду наслаждаться домом, семьей, общением с внуками. Получается так, что основная моя жизненная цель – это создать крепкую семью, чтобы все были здоровы, понимаете, и счастливы от того, что, к примеру, дедушка или отец дома находится, с детьми общается, посвящает этому время, к примеру. И чтобы к семье люди относились по-доброму, потому что все, глядя на нашу семью, говорили, к примеру, вот смотрите, это семья Бердангаровых идет. То есть я знаю, их дедушка или отец проработал в парламенте, либо на другой государственной службе, я знаю, он поднимал вопросы, к примеру, по алкогольной продукции, по снижению стоимости на мобильные разговоры, по пенсионному возрасту, по дороговизне тех или иных социальных выплат, к примеру. То есть вы хотите, чтобы ваше имя вошло в историю? Не обязательно. Я хочу, чтобы к моим внукам и детям относились по-доброму окружающие нас с вами люди. Чтобы они не говорили, что вот смотрите, это дети или внуки-коррупционеры. Мария Георгиевна, почему вас так сильно волнует, почему так сильно влияет на вас общественное мнение? Лично на вас. Вы уже подумали даже не о себе, а о своих внуках. Я казах. У казахов это принято, что для казаха материальные ценности практически не значат ничего. Самое главное – это отношения между людьми. И казах очень трепетно относится к тому, чтобы эти отношения с окружающими людьми были добрыми. Таня Ребергеновна, я ни в коем случае не хочу отрицать ваших принципов, но я впервые слышу о том, что казаху все равно, на чем он ездит, где он живет и где учатся его дети. Мне кажется, как раз у казахов это очень сильно. Ну, вы знаете, я сейчас сижу в Астане, и мне кажется, что очень много здесь разъезжает дорогих джипов, Мерседесов, не говоря уже там о других машинах. И вы сейчас отрицаете буквально факты. Сейчас. Глядя в мои зеленые глаза, так же, как и ваши, вы отрицаете реально факты. И говорите, я казах, меня не интересует материальное положение, меня интересует только то, что скажут, когда я буду старым, о моих внуках. Баян меня прям сегодня радует вообще. Серьезно. Как в фильме, вы видите жизнь из окна моего персонального автомобиля. Естественно, если посмотреть из окна этого медиа-центра на красивую нашу Астану, к примеру, на машины, которые по этим дорогам ездят, к примеру, может сложиться такое впечатление. Но статистика гласит... Я договорюсь, ваше позволение, спасибо. Статистика гласит такова, что 80% населения Казахстана относится к среднему и небогатому уровню жизни. А 20% это то, что мы видим сейчас вокруг. Поэтому зачастую вот эти 80% казахов и казахстанцев, которые нас окружают, если вы выйдете за пределы Астаны, они живут иными ценностями. У них не первостепенно приобрести крутую тачку или лисануться дорогими часами. А потому что у них нет такой возможности. Да, и это хорошо. То есть в том плане хорошо, что они не утеряли материальные ценности, потому что деньги человека портят. Ваша супруга, она наверняка хочет красиво одеваться, она наверняка хочет хорошие часы, фирменные, да? Зачем? То есть это же желание... Ну что, вот сколько вашей супруге лет? 24. 24. Ну, 24 года тем более. Не, а зачем? То есть вы так и говорите? Нет, серьезно. Вы как, знаете, Заши Раши, тот милиционер, гаишник, который... Мне кажется, что неважно абсолютно... А она так думает? Да, она думает, поэтому я на ней женился. Неважно у человека Луи Виттон сумка, к примеру. Или фейк. Даже не фейк, просто, ну, как бы здесь вот турецкая какая-нибудь продается, к примеру. Ценовой диапазон, к примеру, в 10 раз дороже. Главное, чтобы муж ее любил. Если ты с дорогой сумкой, и муж тебя не любит, ты несчастный человек, понимаете? Она задумается, наверное, тогда, когда, не дай бог, конечно, как бы, скажем так, у нее могут быть какие-то проблемы в личной жизни, да? Она подумает, блин, а у меня еще и сумка беспонтовая. Вот. А тут, в принципе, мне кажется, для человека самые главные ценности не то, какие у тебя часы дорогие там или там... А какие у вас часы, кстати? Фирма «Адидас», в спортивном магазине, купленная здесь, в Сарарке. Я могу показать крупным планом. Вот. То есть, не важно, какая у тебя сумка, важно, что ты, как бы, имеешь возможность... Вы либо действительно такой опытный политтехнолог, либо вы на самом деле идеальный вообще человек, идеальный гражданин Казахстана на сегодняшний день. Ну ладно, когда я в следующий раз буду в ваших глазах коррупционером, вы меня сфотайте и опубликуйте это. А когда добрым человеком буду, типа меценатом, и тоже сфотайте. А потом мы через несколько лет просто введем мою фамилию в Google и сравним все за и против, и все добро и зло. Нет, то, что вы говорите, то, что вы сейчас транслируете, это на самом деле очень важно, потому что вы говорите вещи, которым люди приходят обычно очень... Ну, не поздно, а вот с возрастом, да, после 50, когда начинают люди говорить, вот мне родители часто говорят, на самом деле все это, все не важно, да. Мы в тот мир ничего с собой не заберем. Это правда, что все эти луи-виттоны, все эти цацки и прочее, это действительно не важно. Главное... Сними все с себя, пожалуйста. Не, ну мало того, что, видите, к чиновникам предвзятые отношения, понимаете. Вот вы как сотрудник медиа, к примеру, там, коммерческой сферы, вы можете себе позволить это, к примеру. Если вам это нравится, ничего плохого в этом нет. Вы красивая женщина, к примеру, вы, ну, имеете вкус, имеете возможность себе это позволить, ничего зазорного в этом нет. Но вот когда это делает государственный служащий, человек, который свою жизнь отдает служению Отечеству, то есть возникает у человека вопрос, то есть на какие деньги все эти блага, скажем, куплены, к примеру. Сейчас я могу похвастать квартирой в Алма-Ате, которую в 99-м году еще купил. Вот, автомашины из Сан-Йонг, на которые езжу, и неким благим отношением... Ну, я вам скажу, чиновники сами виноваты, потому что когда у 50-летнего чиновника спрашивают, а правда, что у вас есть дом, он говорит, нет, у меня вообще ничего нет. До 50 лет любой вообще-то может заработать себе на дом или построить его. И когда чиновник говорит, нет, у меня ничего нет вообще, может обрадить магнологию декларацию, это вызывает сомнения. Некие сомнения. Еще главное, чтобы дети воспитывались хорошо, потому что чиновник может быть здесь, к примеру, в Астане, вообще ангелом, а люди знают о похождениях его детей, к примеру, там, где-то в других городах, и откуда в юном возрасте деньги. То есть нужно просто как бы взвешенно относиться к жизни. И от жизни многого не требовать. То есть, если, допустим, у тебя другие, одни приоритеты, к примеру, ну, чувствовать всю, как бы, красоту жизни, к примеру, и ты имеешь возможность себе этого позволить, пожалуйста, только не за народные деньги. Вы об отецанстве будете говорить своим детям? Потому что дети, они ведь ходят в школу, смотрят, что у кого-то есть сумка, у кого-то нет сумочки, и придут домой и скажут, папа, я тоже такую сумочку хочу. Вы что скажете, что я не могу тратить народные деньги, доченька, поэтому я не могу тебе купить эту сумочку? Я прежде всего сейчас, вот у меня сын, ему сейчас три года, я его воспитываю самодостаточным человеком, чтобы его личное чувство самооценки никоим образом на сумочку завязано не было, понимаете? Он бы в резиновых сапогах, к примеру, как у этого, в нашей Раше, к примеру, участкового там. Слушайте, ну этот образ вам прям подходит. Вышел бы, к примеру, на улицу, да, и он от этого не комплексовал ничуть, потому что он знал, я нормальный парень, к примеру, достаточно хорошо физически развит, достаточно образован для своих ровесников, к примеру, и пускай, к примеру, такая сумочка есть у моего одноклассника, но мне от нее, знаете, не холодно, не жарко. Вот таким вот я воспитываю и вижу своего сына. Нет, вообще для того, чтобы выйти на сцену, нужно иметь смелость и уверенность в себе. То есть я клевый, я звезда, я хорошо пою. Я, честно, извините, я не могу сказать, что вы хорошо поете. Либо я хочу сниматься в кино по той причине, что я очень талантливый артист. Человек не может просто захотеть сниматься в кино только потому, что он хочет там сниматься. Он должен быть 100% в себе уверен. При этом, снимаясь в кино, вы, в общем-то, не вызываете, скажем так, мнение, что, о, Танерберген клевый актер, он так классно сыграл. Все достаточно, ну, скажем, на твердую четверку. Ну, спасибо и за эту четверку, Байя. Да, с ваших уст это для меня выглядит некой пятеркой. Да, я не очень хорошо пою. Может быть, я где-то не очень хороший актер, скажем так. Ну, таких вот нас, не очень хорошо поющих, не очень хороших актеров, добрая половина Казахстана. Что нам теперь тут делать? Не петь и не выходить на сцену? Ну, тогда хорошо, если вы четверочник в творчестве, то какую оценку вы могли бы себе поставить на депутатском, ну, будучи депутатом? Я всегда ставлю себе твердую двоечку для того, чтобы в дальнейшем выйти в следующий раз и добиться большего, понимаете? То есть, постоянно занижая свою оценку, самооценку, это позволяет двигаться вперед. Если ты постоянно будешь оценивать себе неадекватно, высоко, завтра ты поймаешь звезду и подумаешь, что все уже, все достигнуто. А жизнь, ого-го, какая большая. Вот у меня есть фотография, где вы проводите такой обряд саокисер, причем это делаете в торгово-развлекательном центре. Как часто к вам обращаются? Ну, бывает. Это тусаокисер экспресс, я помню вот... Тусаокисер экспресс. Да, экспресс тусаокисер. То есть, кто хочет провести обряд саокисер, запросто можно брать с циклом. Да, вот, ну, как вы видите по одежде, я с тренировки ехал, и мы заехали в рамстор, там, купить продуктов здесь, в Астана-моле. И вот эта женщина, мать этого ребенка, я, к сожалению, не помню его имени, подошла и попросила... Ребенка зовут Алиаскар. Да, точно. Попросила, как говорится, сделать тусаокисер. Где-то нашла ножницы и... Веревку. Веревку, да. Тут же. И мы, собственно говоря, это произвели. Значит, у вас правильный имидж хорошего политика. Ну, мне было, честно сказать, приятно. Приятно. Потому что, ну, как бы, простому прохожему тусаокисер не предлагают сделать. У казахов принято, что ребенок будет похожим на человека, кто делает тусаокисер. А кто делал обряд тусаокисер вашему сыну? Ну, мой коллега. Кто? Ну, это не принципиально. Просто среди моих коллег... Ваш коллега? Да. Да. Те, которые вы уважаете. Да, которые я уважаю прежде всего. И хочу, чтобы мой сын был на него похожим. А кто это, скажите? А вот секрет. А это? Это... Это вот вы занимаетесь шитьем в свободное время. Да, да, да. Вы говорите о том, что вы за вечер шили сумку. Да. Ушло 30 минут. Сейчас можно посмотреть, что за сумка? Честно говоря, я не поверила. Я не читала Таня Брюльгенов. Это невозможно. За 30 минут шить такую сумку? Да. У вас есть швейная машинка? Меня ее на ваш Луи Виттон. Если в 30 минут уложусь, зашью вам такую же сумку, даю ее вам, а вы мне свой Луи Виттон, я... 30 минут? Да, 30 минут. Швейная машинка? Да. Серьезно? Да. Интересное у вас хобби. Почему вы на сумке шьете? Ну, это не сумка, это какой-то хозяйственный мешочек для... ну, какой-то такой вот с собой в командировку брать. Ну, есть вот такое во мне отрицательное качество. Как бы я люблю многие вещи систематизировать. Потому что мне не нравилось, когда со стиральной машины в момент стирки вот это все хозяйство, там, шампуни или гели для умывания, все падает, потом нужно поднимать, потом долго ищешь, что где, а тут сразу видно, чей шампунь. А где вы отдыхаете обычно с семьей? Ну, вот уже последние, получается, 4-5 лет, ну, никуда не ездил отдыхать. Вообще? Да. А медовый месяц где вы провели? В Турции. В Турции? Да. Ну, так, скромненько. То есть вы совершенно нематериальный человек? Ну, как бы нет. Совершенно? Почему? Потому что, на самом деле, мы в погоне за вот этим материальным немножечко теряем... То есть вы не в погоне за материальным? Не в погоне, да. Не в погоне. Небурген, вот работа депутата, она такая достаточно, ну, я бы сказала, непостоянная, наверное, то, что вы не знаете, сколько вы там сидеть будете, да. Вы не знаете, чем закончится ваша профессиональная деятельность через 4 года или через 5 лет. Она достаточно такая, ну, я бы сказала, нервная, потому что, ну, вы точно не знаете, когда парламент распустят, в конце концов, и что будет потом со мной. Еще и квартиру заберут. Еще и квартиру заберут. Что вы еще, помимо того, что вы принимаете законы, что вы еще умеете делать, если вдруг? Начнем с того, что мной движет инстинкт отца, соответственно, я, как отец, не должен допустить, чтобы, там, мой ребенок голодал, и, там, моя жена, к примеру, не имела возможности одеть теплую одежду, к примеру. Поэтому, как мужчина, я буду трудиться на все 100%, и, как бы, для этого могу всем заниматься. Ну, вот, как, конечно, вы сказали, что я пою плохо, поэтому, вероятнее всего, исполнителем не буду. Вот, но монтировать, к примеру, снимать могу, могу, как бы, строить в период, как бы, скажем так. То есть мы сейчас, знаете, о чем мы говорим, что, например, Берген Бердонгород может потерять депутатское кресло и пойдет строить дома. А у вас есть земля своя? Земля своя? Да, свой земляный участок. Есть, вот я планирую строить. В Астане? Да, здесь в Астане. Сколько соток? 20. Ну, я вот тоже стремлюсь... Купили или вот вам государство, да? Купил, да. Купил. На тот момент стоимость была 30 тысяч долларов. Вот тогда была такая возможность. А вы сколько лет копили 30 тысяч долларов со своей вертоли? А мне дедушка дал. Какой-то, да. Дедушка у вас богатый какой-то. Нет, не богатый. Он, как ветеран войны, Великой Отечественной войны, получил участок еще в период Храпунова, к примеру, написал заявление. В Алма-Аре, в Алма-Ате сейчас говорите? В Алма-Ате. В Алма-Ате получил участок в районе Меркурграда, знаете, на выезде из Толгара. Да, да, да. Но, к сожалению, там какие-то перепития пошли, потом Макимат забирает у него землю, к примеру, и компенсирует ему 30 тысяч долларов. И он мне эти 30 тысяч долларов дает и говорит, ну вот, только напиши на доме, когда ты его построишь, что это дом суперсоциалиста Бердангарова. Баян, ты довольна сегодняшней встречей? Я довольна сегодняшней встречей, но это, наверное, не так важно, как важно то, чтобы я практически поверила всему тому. Практически? На сколько процентов? Ну, я поверила на 90 процентов, 10 я оставила при себе. Спасибо, очень приятно. Ну, маленькую толику я могу себе оставить? Конечно, конечно. Сомнений, сомнений. Нет, а мне кажется, что образ все-таки из нашей раши, того милиционера, который действительно, ну, просто у нас, конечно, мы живем в таком мире, да, в материальном мире, когда сидит живой депутат и говорит, мне это неинтересно, я не покупаю своей жене этого, потому что нам не нужно. И, конечно, в это тяжело верить, но я, например, верю на 100 процентов. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо вам. Вы смотрели Sky Studio, вместе с вами были сегодня Баян Сентаева, Динара Саджан и наш гость Энерберген Бернагаров, депутат Можилиса Парламента. И мы благодарим нашего официального партнера, салон мебели Люссо и строительную компанию «Доступные квадраты». Всего доброго, увидимся через неделю. Спонсор программы «Строительная компания «Доступные квадраты» с жилым комплексом Пана». Расположенный в тихом и уютном районе столицы, жилой комплекс Пана – это первое в своем классе жилье, в стоимость которого входит мебель и бытовая техника. Подробности на сайте pana-home.kz. Компания «Люссо» – это мебель и аксессуары от лучших итальянских производителей. Сичи, Скопеллини, Тосканова, сделанные вручную и по индивидуальному заказу. Мы представляем вам лучшие интерьерные решения и качества, гарантированные европейскими стандартами. «Люссо» – это роскошь, достойная вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова